Зачем ты на четвертый нож? Кто это ко мне приехал? Максим. Всем привет, скажи. Всем привет. Видите, какой он у нас уже умный. Вот непоседа. Сейчас время 9 часов нет. Я его забрала и ушла. Чтобы родители еще поспали немножко. Приехали-то вчера не так поздно, но легли поздновато. Максим, ты не устал? Как тебя мама называет? Максим, как тебя мама называет? Шила? Было три кота. Шила, было три кота. Ой. Там море. Куда? И можно даже загадать. Идет. Не минуты покой. Смотри, здесь дорога. Осторожно. Как надо себе. Да, посмотрел правильно. Идем дальше. Ой, чудочка. Бабушка так соскучилась за ним. Но он уже повзрослел. Уже... Ага. Уже с бабушкой совсем по-другому себя ведет. Здесь на площадке прям чистенько, хорошо. Прям мне вот это место очень-очень нравится. И свежо. Да, у нас сегодня очень свежо. Потому что 12 градусов у нас сегодня. У меня немного помятый вид. Ну, рассказывай. Для каких целей ты приехал к бабушке? Чтобы поспать, отдохнуть. На следующее утро будет. Максим, ну, ты ж вот можешь минутку посидеть? Там же не будет слышно, как ты будешь рассказывать. Ты приехал к Мише на свадьбу. У Максика есть двоюродный брак, который женится. У нас Максик, видите, сколько тебе лет? Пять. Пять Максику. А Мишин сколько будет, не знаешь? Не знаю. Ну, за двадцать, Миша. Такая вот у нас большая разница между братьями. Вот ни минуты не сидит, ни минуты не сидит. Это точно шило. Покажи, что у тебя на руке. Ну, ты вот сюда же показывай. Что это у тебя? Вот. Что там написано? Это Максим. Максим. Ну, это чтобы меня родители не потеряли. А у тебя где бабушкино сердце? Ну, ладно, я его сниму когда-нибудь. Ну, это конечно, конечно снимешь. Ну, отправляй его на место. Теплышко там сердцу, да? Ага. А ты не замерз? Нет. Хорошо тебе? Так что приехал, чтобы поспать. И потом уехал. Вот так вот. Я у него тоже спрашиваю. Ты, говорю, зачем бабушке приехал? А он так и говорит, чтобы поспать. Не то, чтобы... О, куда-то уже свинтил. Ой, вы представляете? Уже бог знает где. Глаз за глаз. Максим, зачем ты далеко от меня ушел? Иди сюда. Ну, все, бабушке надо идти туда. Вот чудо, Юда. Ты что так далеко от бабушки убежал? А? Я сказал, я... Уже успел и на качели покачаться, и на круги на этом. Вот это ты даешь, а? Ой, сколько энергии, сколько энергии. Я смотрю на него, думаю, боже, хоть бы чуть-чуть мне энергии. Нет совсем ее. О, 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 что творит. Нет слов. Ой, а я вчера прям устала. Пока приготовила. Потом пока встретила. Всем раздала ЦУ. Слишком близко подошел. Сейчас, подожди. Что ты там делаешь сейчас? Ты хочешь сказать что-то моим подписчикам? Подписчикам моим хочешь сказать что-нибудь? Ага. Что? Ну, а что ты отвернулся-то? Надо же накануть. Вот, смотрите, видите? Там есть такие вот площадки. Видите? Да нет. Как ты говорил, подписывайтесь. А, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк и колокольчик. О, ты мой золотой ребеночек. Ну, воздушный поцелуй. Вот так вот. Раскрутил бабушку на таксу. 1200 стоит. Вот такая игрушка. А ну-ка, возьми в руки, покажи. Она, правда, мигузька. Не захотел ни машинки, ничего. Говорит, купи мне вот эту таксу. Я там и другие предлагала. Подешевле. Нет, вот выбрал эту и все. Вот так вот мы любим. Ох. Порасцвели цветы. Красиво. Уже сентябрь, и они только соизволили зацвести. У нас сегодня прям кайфово на улице. Прямо супер-супер. Я проводила деток. Они сейчас поехали к другим родителям. Время сейчас где-то часов пять. Мы съездили на кладбище, попроведали мою младшую доченьку. Навели порядок. Там, в принципе, у нас все хорошо. Единственное, что там падалки с других могилок. А у меня там есть клумбочка небольшая земли. И, ну, в общем, подготовили к зиме. Чтобы было все хорошо, чтобы не было травы. Вот, потому что детки я не знаю, когда приедут. Ну, и когда у меня следующая возможность, сейчас как задородит. А у нас там глиняная почва. Поэтому, хоть и у нас выложено там камнем, все нормально. Но, все равно. Так что, прям камень с души у меня упал. Арбуз, который я вчера в пятерочке заказала, разрезали такой вкусный, такой сладкий, тонкокорый. Прям, ну, что называется, угодили. Куда ни глянь, везде следы Максика. Уехал мой звоночек. Тишина сразу такая. В той сказке. Здесь его машинка. Это у него руль. Это он кушал тортик. Здесь он пил. Там он ел. Как три медведя. Кто сидел на моем стуле и так далее. Ну, и по поводу жилета. Буду распускать, потому что подхуднула она, оказывается. И широковатый жилет. Причем, широковатый прилично. Она же у меня стала ходить на занятия. Занимается спортом. И я ей говорила еще, говорю, ты замеряй себя. Потому что, может, ты подхуднула. Нет, я наоборот поправилась на море. Т.д. и т.п. Ну, итог вот. Работы мамы. Дармовой. Ну, ничего. Я все равно получаю довольствие. Любой опыт – это опыт. Мы примерили. Я, по крайней мере, теперь знаю, что вот эти вот выточки, которые я сделала по переду и по спинке, они хорошо ложатся на ее фигуру. Единственное, что, конечно, широковат. Прям прилично широковат. По старым меркам я мерила. То есть, у нее по обхвату бюдер 122. Я даже прибавки не делала. И получается, что померили на 6 см. 6 см ощутимо. Тем более, что 18 петель это получается 6 см. Так что, вот такие дела. Вот. Ну, все, друзья. Сегодня я уже закруглюсь. Сейчас выставлю это видео. И буду получать 33 удовольствия от того, что в квартире у меня супер замечательная температура. Видите? Правда, влажность пониженная. Ну, вот что имеем. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.